Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы организуем свадьбу принцу, но не датскому, а петербургскому! И сегодня, как видите, я снова возле воды, но глядя на мою прическу, вы понимаете, что я не на Мальдивах, не в Турции, а нахожусь в северной столице нашей прекрасной родине, в Петербурге, напротив реки Нева, рядом с красивым местом для выездной церемонии, для того, чтобы рассказать и показать вам историю того самого принца Артура и принцессы. Погнали! Как вы думаете, почему мы сбежали, спрятались сюда? Потому что просто с ног сбивает ветер, ветрища, конечно, сегодня ого-го какой. Вы спросите меня, почему все-таки принц? Почему других пар? Я не называю принцами и принцессами, а их называю. Несправедливо? Несправедливо. Дело в том, что когда мы только-только встретились с Вероникой по скайпу, поговорили, пообщались, разложились по полочкам, как у нас будет проходить подготовка к свадьбе, спустя какое-то время мне пишет жених. Добрый день, меня зовут Артур Принц. Я буду спонсором мероприятия, которое состоится такого-то числа в Петербурге. Я посмеялась, конечно, думаю, классно. И потом, когда мы начали заключать договор, когда я отправила договор на согласование, увидела в договоре, что договор мы заключаем с заказчиком у нас принц Артур Александрович. Конечно, могу сказать, что при такой погодке делать такую прическу вообще не вариант. Вообще не вариант. Да и вообще, в принципе, знаете, я приехала неподготовленно, реально думала, что еду в Сочи, приехала на север, замерзла, он ведь пальтом укуталась, закуталась, замерзла, в общем, окалела. Не представляю, как я сегодня в платье буду стоять. У нас сегодня, пойдемте ближе, у нас сегодня свадьба в стиле арабская ночь. И все, кто заходит в зал, начинают петь эту песню. И я думаю, что надо все-таки сегодня из Алладина пустить эту песенку где-нибудь, лить мотивом. Так, ну, пока гости собираются, потому что это будет, мне кажется, очень забавно. На минуточку в Москве плюс двадцать четыре! Плюс двадцать четыре! А почему здесь четырнадцать? Что происходит? Почему здесь зима, а там лето? Так как у нас арабская ночь, так как у нас принц и принцесса, в общем, долго мы думали на тему того, что вообще может, что вообще можно сделать, в каком ключе это можно сделать. Естественно, в очередной раз нам помогли анкеты, где Артур написал, я всегда представлял, что на входе стоит слон и раздает всем там, какие-то угощения. И мы такие, слон? Ну, говорит, в Петербурге слонов нет, поэтому, говорит, слона не будет. Но вот мне хочется, чтобы это было что-то необычное. И подумав, поразмышляв вместе с командой декораторов, решили сделать вот такую вот сказку про Алладина и Жасмин, и назвали ее «Аравская ночь». Естественно, зона выездной церемонии должна повторять полностью идею. Боже! Повторять полностью идею. И поэтому сегодня здесь ни арка никакая, ни колонны там и так далее, и так далее. Ну, там Надя спряталась. Надю не спряталась там. Сегодня здесь вот такая вот... Слушайте, хочу ее назвать «Хупа», потому что мы делали как-то мероприятие для еврейской пары. И была, ну, была похожая конструкция, и она у них называется «Хупа», но в нашем случае купол, наверное, купол. И, заметьте, здесь не просто купол, обитый цветами, причем хочу заметить, что здесь нет ни одного искусственного цветка, здесь полностью живые композиции. И, естественно, как у Алладина и Жасмин, развивающиеся ткани разных цветов, и розовые, и голубые, и бежевые, и сиреневые вот там вот лежит внизу, добавится. То есть много тканей, много цветов. В общем-то, действительно настоящая арабская ночь. Вы заметили, что у меня сегодня такой мохнатый микрофон? Прям вот микрофон для севера. То есть, хотите свадьбу на севере? Берем мохнатый микрофон. Свадьба на юге? Черный микрофон. Я говорю, так, нужно срочно бежать куда-то в аптеку за лекарством. Потом думаю, какое лекарство? Чай. Лучшее лекарство. Согрелся и побежал дальше. Мы с вами в зале. Прежде всего, пока здесь у нас еще бардак. Если посмотреть, да, пока еще здесь все валяется, все разбросано. И вы можете подумать, о боже, что это? Что здесь в зале происходит? Пока идет подготовительная часть мероприятия, и я практически никогда не показываю вот это за кулиси вам. Обычно уже показываю красоту, когда все накрыто, когда все здорово, когда уже сервировочка сделана красиво. И сейчас мы с вами вот видим все беспрекрас, как говорится, как есть, так и видим. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Тихонечку пока еще готовится зал, покажу вам то, что уже готово. Поднимаем голову и смотрим. Заходишь, попадаешь в восточный бодуар, и тут вот ткани разноплановые, и бежевые, и фиолетовые, и молочные. И тут же появились вот эти вот восточные фонарики, которые сейчас девчонки вешают. Внутри этих фонариков находятся свечи. Вечером, когда будет уже немножко стемнеет, будет, конечно, особенная картинка, будет очень здорово. Сейчас в параллели у нас устанавливается световое оборудование для того, чтобы все это подсветить выгодно. Я всегда за то, чтобы оборудование световое было, и сегодня у нас оно, конечно же, тоже будет. Все готово. Вот, вот этот стол, в принципе, более-менее готов. Посмотрите на стульчики. Стульчики тоже такие разноплановые, но при всем при этом мягкие. Буквально вот недавно мы с одной невестой разговаривали по поводу стульчиков. И она говорит, вот, вы знаете, вот я думаю, что мягкие стулья это плохо, что лучше их не делать. Пришел Маргулян, пришел, прискакал, красавчик. Привет, красавка. Загорелая такая. Слушай, я только из Сочи приехала, мы же в Сочи делали свадьбу только-только. Здесь с самолета. Я прям с самолета с чемоданом, чемодан бросила и бегом каваргуляну. Что ты так снимаешь? Где твой диджей? Диджей? Да. Подожди, должен приехать сейчас, я его наберу. Набери, пожалуйста, нам просто оборудование на церемонию ставить надо. Да, я там 5 минут мне там ставить. Недавно, да, вы разговаривали с невестой, она говорит, вот я считаю, что вот какие-то мягкие стульчики это не особо. Вот я смотрю просто на всех мероприятиях, стульчики либо прозрачные, либо там пластиковые стулья. Это всегда красиво и хорошо, замечательно. Могу сказать, что когда стулья вот такого формата, вот такого плана, то это тоже очень здорово, это удобно, это уютно. Гостям очень уютно вот при такой расстановке. Поэтому, если на вашей площадке вот такие стулья, мягкие, комфортные, уютные, то не стоит их менять. У нас в этом году, 28 числа, тоже будет свадьба, и там будут голубые стульчики вот такого же плана. И мы решили, что мы ни за что не будем их менять, потому что это действительно очень удобные для гостей стулья. Вот сейчас уже появляются тут салфеточки, появляются желтые бокалы, но они прям настоящие бокалы для принца. Видите, здесь корона, это бокал для шейха, я поняла, не для принца, а для шейха. Так как, так как в зале стульчики мягкие, красивые, удобные, то на выездную церемонию сегодня привезли отдельные стульчики. Эти стульчики, естественно, не могли быть никакого цвета, кроме как золотого. Естественно, потому что, ну это же арабская ночь, сами понимаете, здесь другие стульчики не подойдут никак. Поэтому сегодня у нас в Киеваре золото с серебряной подушечкой, гости сегодня будут сидеть на этих стульчиках. Я сегодня веду церемонию, ребята, причем там в процессе подготовки, уже где-то на финишных этапах, говорят, «Слушай, может быть, ты проведешь церемонию?» Я говорю, «Да с удовольствием проведу». Единственное, главное, что меня это сегодня не сдуло, я не улетела в реку Нева, когда будут читать церемонию, но проведу с огромным удовольствием. Когда мы организовываем свадьбу в Петербурге, первое и ключевое, знаете, у нас пунктик стоит – зонтики, заказать зонтики. Знаете, в голове где-то стоит такой пунктик, потому что погода в Питере настолько непредсказуема, то сейчас, если посмотреть на небо, ну все вроде классно, да, ни одной тучки, солнышко светит, все замечательно. Ну там есть где-то там вдалеке тучки, но над нами тучек нет. Но Питер есть Питер, и здесь может спокойно внезапно налететь тучка и пойти дождик. Поэтому зонтики сегодня есть, стараемся не заказывать зонтики какие-то разноцветные, хотя, в принципе, они, может быть, и подошли бы, разноцветные зонтики, потому что, ну вроде сегодня у нас арабская ночь, да, и много цветов. Но мы решили, что прозрачные зонтики – это самый оптимальный вариант, и в данном случае разноцветные зонтики было бы неправильно, нехорошо. Штука в том, что сегодня у нас на некоторых столах 11 человек, и ребята очень переживали, да и не только ребята, еще и площадка переживала, что один человек не сядет за этот стол, потому что стульчики довольно-таки объемные, большие, и они волновались, что гостям будет некомфортно. Но мы предложили такой вариант, если ставить бокалы не сбоку, а перед тарелочкой, то, в принципе, должно быть комфортно. Сейчас я хочу проверить по стульчикам, где сколько, и там уже посмотрим, может быть бокалы все-таки поставим иначе немножечко. Здесь у нас, здесь у нас получается стол номер пять, стол номер пять за пятым столом. А номерки поставите, да, девчонки? За пятым столом у нас девять человек. Считаем раз, два, три, четыре, три, шесть. Шесть, а где еще? А где еще? Еще не успели поставить, я их понимаю? Так, здесь девять человек за четвертым столом, за четвертым столом у нас одиннадцать как раз-таки человек, вотmost чего переживали, а, здесь десять, десять, не одиннадцать, здесь девять и здесь одиннадцать. Так, четвертый, пятый посмотрели и здесь первый, второй, третий. Первый стол 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, одиннадцать. Сейчас смотрю, смотрю. Одиннадцать. Второй. Нет, второй стол у нас меньше. У нас шесть стола за вторым столом. Из-за малого количества сна человек-организатор. Привращается не в человека-организатора, а в робота. Знаете, как машина, которая идет, прет, прет, делает, делает. Как вы думаете, что кушают роботы? Внимание, вопрос. Ну, пишите в комментариях, что кушают роботы. Вот мне только что звук и светорегистры подарил болты. Потому что роботы кушают болты. Это заряд энергии, шоколадной энергии. Болтик из шоколада. То есть, понимаешь, что... Так, не успеваем. Не успеваем. Не успеваем. Все хорошо. Спасибо, Глеб. Классный подарок. Огонь просто. Так вот, вчера мы заехали в Петербург. И шел дождь просто стеной. И мы в полной уверенности, что, ну, все. Наша песенка спит. В общем-то, скорее всего, будет дождь. И мы уже думаем о том, что, так, хорошо, значит, мы вот эту вот конструкцию берем и перетаскиваем в нижний зал. У нас сегодня банкет будет на втором зале. Во втором зале уже стали там примерять, войдет ли эта конструкция у нас в нижний зал или не войдет. Да, входит. И мы думали, что, да, придется ставить все-таки в нижний зал. Но вот вроде все в порядке. Вроде погода наладилась. Нижний зал. Здесь у нас сегодня будет фуршетик. Вот немножко поправила стульчики. Гости сюда приходят, отдыхают, расслабляются. Здесь уже появились вот такие вот восточные подушечки, практически, как из фильма про Аладдина, которые будут разбросаны на диванчиках, чтобы гости тоже отдыхали и чувствовали атмосферу, как будто бы приехали они в Арабские Эмираты куда-то. Мы сюда поставили еще дополнительный комплект оборудования, колоночку для того, чтобы звук, ну, был такой расслабляющий, релаксирующий звук, пустить здесь какую-то музыку, чтобы гостям тоже было комфортно, чтобы гости отдыхали, расслаблялись. В этот момент на втором этаже, там, где у нас будет проходить мероприятие, уже сейчас настраивается, налаживается комплект оборудования, который будет в зале. Пойдемте с вами на второй этаж. Ой, смотрите, какой красивый цвет подушки, прежде чем пойдем на второй этаж. А, какие они крутые вообще, со слонами. Вот, кстати, Артур, ты хотел слона на своей свадьбе? Признавайся. Ты хотел, чтобы слон стоял у тебя при входе. Слона не будет, но слон будет на подушке. Круто же? Круто вообще. Смотрите, какая лестница. Вот самое важное, самое важное, это когда гости немножко уже отдохнут, чтобы никто не улетел с этой лестницы. Потому что лестница очень крутая, красивая, но очень крутая. Здесь девчонкам на шпильках, девчонки на шпильках, будьте аккуратнее, когда будете бежать по этой лестнице в зону выездной регистрации на фотосессию, для того, чтобы сделать пару селфи. Будьте аккуратнее. Видите, я даже переобулась. Я тоже была на шпильках, но я сейчас переобулась, чтобы бегать по лестнице в тапочках, чтобы не навернуться здесь. Бегу в зал. Пойдем со мной. Здесь, конечно, этот мохнатик особо не нужен, но раз уж пришла в зал с мохнатиком, останусь с мохнатиком. И в пальто еще, при всем при этом. Потихонечку начинает вырисовываться картинка. Сегодня у нас зал такой интересный. Он полукругом сделан, если посмотреть. И по центру зала находится лестница. То есть, соответственно, отдельно приборы световые в эту часть зала мы поставили. Отдельно стоит прибор стоит в той части зала для того, чтобы подсветить, во-первых, костевые столы, а во-вторых, подсветить президентный стол. Президентный стол сегодня у нас располагается действительно по центру. По центру этого полукруглого зала. С одной стороны два стола, с другой стороны три стола. И большая очень композиция. Девчонки сейчас делают. Композиция будет прям большая-большая. Будет через весь стол стоять на основном столе. Обычно мы столы меняем. Обычно на площадке у нас столы не местные. Нет площадки. Обычно мы привозим мебель. Мы меняем столы частенько гостевые. Практически всегда президентные столы меняем. Практически всегда меняем стулья. Но в данном случае площадка очень самодостаточная. Поэтому здесь на площадке ничего мы не меняли. Здесь все как есть. На площадке столы местные, потому что они хорошие, хорошего диаметра. Хорошие стульчики мы их, соответственно, тоже не меняли. Стол тоже абсолютно подошел нам по формату. И здесь не подошел, сами понимаете, не подошел бы никакой стол прозрачный, зеркальный и так далее. Потому что это немножко не из той оперы. Нам, наоборот, нужно было в этом пространстве, которое довольно-таки современное пространство, нам нужно было добавить элементов Востока, добавить восточный колорит. Поэтому здесь, наоборот, нужно было добавить как можно больше ткани, чтобы появился восточный колорит. На улице уже начали выставлять стульчики. Посмотрите, какие волны. Ну мы как будто на море, действительно. Слушайте, ну все сошлось. Все сошлось воедино, мы словно на море. Посмотрите, какие волны. Девчонки уже выставляют стульчики. По центру мы оставляем проход для того, чтобы жених и невеста у нас прошли по центру. Жених пойдет сам, невеста сегодня пойдет с папочкой со своим. Мы еще хотели сделать вынос тортика тоже туда, вот к этой арочке, ну к этому вот своду. Но полагаю, что выносу тортика туда мы тоже делать не будем. Скорее всего, мы все-таки либо по центру вынесем тортик, либо поставим на президентный стол. Потому что мы просто боимся, что снесет. В общем, будем смотреть по ситуации. Когда ребята появлялись, мы их нужно громко встречаем. Еще! Мы все-таки решили сделать тортик у Арочки. Они бегут! Бывает такое, что запланировали то-то-то, но погода. Вот сегодня, да? Вот погода, ну вот ветер, ну вот ураган нас давает. Поэтому я боюсь, что просто тортик улетит. Наш прекрасный, красивый тортик, который, кстати, сегодня у нас от площадки. Сегодня это тортик, который площадка нам делает. Я просто реально боюсь, что он улетит. Поэтому нет, поэтому нет. Вот, сейчас пойдет тортик. Смотрите, мы сейчас выносим торт и сразу ставим его в Арочку, чтобы он раз и появился. Все, все, можно внести. Можно внести. Сюрприз! Стоп, и появился тортик! Сейчас профессионально стесняется через двенадцатый огонь и проходим. Говорит, я же не шених. Мы пришли к нам к столику, где виден фонарик. Покажу вам сейчас. Вот такие фонарики будут у нас на гостевых столах, внутри свечечка. Сегодня появились вот эти вот фонарики, видите, помимо фонариков появились вот эти вот лампочки. Сейчас их не видно, сейчас это просто тоненькая лента, кажется. Там, там, вот с этой стороны, везде по всему залу появились вот такие вот тонкие гирлянды. В определенный момент, когда гирлянды зажгутся, представляете, как будет атмосферно, красиво. Будет ощущение, как будто действительно звездное небо где-то на востоке. Вообще, когда в декоре зала используется декор потолка, это очень выгодно. Смотрится на площадке, очень здорово смотрится на площадке, потому что гости сразу заходят, и они это видят. Даже если на гостевых столах композиции какие-то не очень большие, да, там, не какие-то огромные там композиции, но за счет того, что сделан потолок, за счет того, что есть декор сверху, то все это в целом, картинка в целом будет выглядеть очень-очень выигрышно, интересно. Поэтому, если, дорогие невесты, если вы планируете делать что-то, хочется сделать что-то интересненькое, то обратите внимание на потолок, поднимите голову и подумайте над тем, что бы можно было сделать в вашем зале, чтобы это было интересно, чтобы это подходило под концепцию, чтобы это было здорово. Сегодня у нас такая концепция, поэтому мы сделали так. В общем, фантазируйте, придумывайте. Я уверена, что ваша свадьба тоже будет интересна и здорово, и красива, и продуманна. Сходила в зал, горе, согрелась немножечко, и жизнь наладилась. Ребят, а вы сможете еще стол там черный, который здесь на нижнем этаже стоит, такой некрасивый, его тоже убрать? Стол на нижнем этаже, вот здесь вот стоит, некрасивый черный стол, его тоже нужно убрать. Но сначала нужно здесь убрать. Спасибо. Ничего вам не рассказывала, Надюшка улыбается. Основные цвета, основная палитра сегодня. От золотого до бордового, розовые там оттенки и так далее. В общем, различные оттенки, в том числе и синие оттенки тоже сегодня очень-очень актуальны. У меня сегодня будет синее платье, поэтому. Фиолетовые оттенки и так далее. Посмотрите на эти цветочки, знаете, хочется вот каждый, каждый цветочечек, особенно вот эти бордовые, фиолетовые цветочки, хочется трогать, потому что они живые, они натуральные, веточки малины, колючки внезапно появившиеся. Колючки это прям вот как в пустыне, да? Да. В пустыне, вот шел-шел верблюд, оп, колючка, съел, пошел дальше. Верблюдов сегодня не будет, но колючки у нас сегодня присутствуют. Сама арочка и сам вот этот свод, который сегодня здесь у нас есть, он, как я говорила, уже такой восточный, в восточном формате. Этот свод, купол наверху, посмотрите, прям вот такой вот восточный. Молодожены сегодня у нас будут стоять не внутри. Вы можете подумать, что они забегут туда, в этот домик спрячутся и будут стоять внутри. Но нет, молодожены будут стоять рядом с вот этой купольной конструкцией, не внутри. Ну, в силу того, что просто их будет плохо видно, если они будут стоять внутри. Поэтому я думаю, что ребята будут стоять вот здесь, вот рядышком с вот этой конструкцией. И, соответственно, будут говорить друг другу. Хотя нет, сегодня ничего не говорить не будут, все буду говорить я. Потому что они сказали, не надо нам никаких клятв, не надо нам никаких церемоний. Можно нам просто хорошую трогательную церемонию. Пойдут ребята вот оттуда, сейчас мы поставим стульчики, стульчики будут стоять вот так вот с двух сторон, с одной стороны, с другой стороны И как только появятся здесь стульчики, уже церемония приобретет совершенно иной вид Конечно, очень круто, когда рядом есть водичка, безусловно, очень красиво, когда проплывают кораблики, когда запах воды рядом Но единственный нюанс, когда происходит мероприятие воды, это, конечно, еще понижение градуса температуры на несколько градусов Потому что реально прохладненько, потому что дует от воды и получается, что прохладненько Здесь эта церемония останется, и я попросила декораторов, чтобы стульчики, которые у нас есть, тоже остались сегодня до конца церемонии Чтобы гости подходили, чтобы гости фотографировались, чтобы гости просто сидели, смотрели на воду Ну, потому что просто приятно, знаете, присесть и посмотреть на водичку Если у них будет желание, если ветер немножко утихомирится, то думаю, что так и будет Я смотрю, там розеточка, да, вилочка появилась для розетки, как раз-таки для тех самых огоньков, которые зажгутся после церемонии И где они будут подсвечены, расскажи Внутри арки будут нити с светодиодными огнями, тоже добавлять такого уюта Обволакивать Обволакивать Создавать красоте Молодец, спасибо Спасибо Где мы в итоге танец делаем? Потому что с ребятами так и не решили, здесь или там Ну, слушай, по последним данным было здесь Он сказал, они просто не ставили танец, давай я сейчас тебе расскажу Танец они не ставили, они его так и не поставили Принц бил пяткой в грудь, кричал, я танцор диско Ты знаешь, что он реально 100 конкурсов, более 100 конкурсов участвовал и был кип-то победителем Я его попросил, вот это говорит, да мне ничего не надо, у меня все в голове, я там в легкую могу сделать все, что угодно У меня две заполненные книжки, в каждой книжке по 28 страниц, на каждой книжке по 4 конкурса Ну, в общем, 200 точно есть И до какого возраста? До 16 лет? До 16 лет Выступал за Питер в 14-м году Первая пара в 14-м году Питера, третья по России в 15-м Понимаешь? Я все, я вам этого не знаю уже Ты уже сделал здесь татуировку? Артур плюс Вероника Мы сегодня уже сменялись, мы такие, почему мы не делаем татуировки молодоженов, которых ведем на свайбе А когда место закончится, что делать? Набивать сверх, поверх Мелко писать просто надо, надо писать мелко Корнева Ирина Корнева Ирина Она по любви Банкетный зал, побережье веранда Рядом с Ириной крутая команда Каждая девушка свадьбы достойна Веселой и красивой Ирина спокойна Она на вопросы знает ответы Только для вас открывает секреты Сказка становится с нею реальной Ваша свадьба может стать уникальной Корнева Ирина Тысяча три сообщения в личке Корнева Ирина Она по любви, не по привычке Корнева Ирина Тысяча три сообщения в личке Корнева Ирина Она по любви Субтитры создавал Dima